МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 1-го областного канала. В студии Оксана Холодова. Здравствуйте. И в начале главной темы. ОРВИ наступает. В Преамуре растет уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Большинством голосов в Благовещенской Думе избрали нового председателя. Дошутились. Александр Козлов пообещал поддержать амурских КВНщиков. Бог в помощь в поселке Бурее реконструирует местный храм. Об этих и других событиях далее не переключайтесь. В ЗИИ из-за всплеска заболеваемости ОРВИ закрыли детский сад. В дошкольном учреждении заболели более 20% малышей. Уровень заболеваемости в городе превысил средний многолетний на 30%. По словам специалистов Роспотребнадзора, ситуация в области пока спокойная. Поводов для паники нет. Главное соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа. Носить медицинские маски, проветривать помещения, укреплять иммунитеты по возможности, не посещать крупные торговые центры и массовые мероприятия. К рекомендациям прислушались в Ивановском районе и во всех школах ввели масочный режим. Всем школьникам рекомендовали чаще мыть руки. А в северной столице Преамурья, где за три недели в поликлинике обратились около 200 человек, ввели ограничения на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Власти Белогорска пошли на еще более радикальные меры. По распоряжению главы города из резервного фонда администрации будут выделены около 300 тысяч рублей на приобретение препаратов для профилактики острых вирусных инфекций. Их раздадут в местах массового скопления горожан. Медики рекомендуют при первых признаках заболевания не обращаться в медучреждения и не заниматься самолечением. К сезонным заболеваниям подготовились и в дошкольных учреждениях Благовещенска. Детские сады приобрели для педагогов защитные маски, электронные градусники и бахилы. Не забывают о традиционных мерах профилактики чесноке и витаминице. Как защищают детей от РВИ и гриппа в одном из детсадов областной столицы, расскажет наш корреспондент. Воспитательница Марина Геннадьевна снимает маску только, чтобы поговорить с нашей съемочной группой. В садике превентивные меры. И все педагоги обязаны носить такой медицинский аксессуар. Под защитой и ее подопечные. В киндер-сюрпризе ароматный сюрприз. А зачем тебе чеснок? Чтобы не болеть. Правильно, у нее вот здесь чеснок висит, чтобы не болеть. У Евы есть такой чеснок, да, Юля? У Юли висит такой чеснок, да, Юля? Вот здесь у нас в тарелочке стоит чеснок. Дети, а зачем вы пользуете чесноком? Потому что вы микробами болеете. Да, чтобы микробами не болеете. Такие меры дают результаты. По данным статистики, которые в садике ведут ежедневно, из 100 детей болеют только 18. Обычно в году два самых болезненных месяца для детей. Октябрь и февраль. Первый пережили без обострений. А ко второму готовились основательно. Ведь именно на февраль приходится обострение ОРВИ и среди взрослых. У нас идут витаминотерапия. Это обязательно ежедневная. Ежедневные утренние фильтры. Это начиная с ясельной группы, врач-медсестра. Во всех группах работают лампы-рециркуляторы. И в приемной, и в групповой. Все группы на 100%, все рекреации, коридоры, музыкальные залы, все обеспечены необходимым количеством ламп. Наталья Пронькова, педагог с 40-летним стажем, делится опытом. Готовится к зиме лучше летом. Поэтому деньги на закупку градусников, медицинских шпателей и масок предусмотрели почти полгода назад. По правилам родители утром должны измерить ребенку температуру и внести данные в специальную тетрадь. Но даже если они этого не сделали, врач ежедневно, как минимум дважды, обходит группы. В течение дня я нахожусь здесь, вместе с врачом, также ходим, делаем обход и осматриваем в течение дня и после сон-часа, особенно детей. После сон-часа? Да, потому что некоторые дети проявляются, у них симптомы после сон-часа. На строгом контроле не только дети, но и родители. Воспитатели знают все телефоны мам, пап, бабушек и дедушек. Поэтому если вдруг ребенок приболел, родителям тут же сообщат и попросят забрать малыша домой. Ирина Кабзарь, Роман Юдаков, Первый областной. Впервые в Амурской области по инициативе губернатора проведут масштабную проверку учреждений здравоохранения. Поводом для серьезной ревизии стали многочисленные жалобы населения, в том числе обращение медперсонала некоторых больниц по поводу искусственно заниженной зарплаты и завышенной зарплаты у руководства. Контрольно-счетная палата, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области и Министерство финансов. Инспекцию начнут в феврале. Когда подведут в итоге и сколько всего лечебных заведений проверят, знает Олеся Севаченко. Необходимость проверить работу амурских больниц и поликлиник назрела давно. Во время летних поездок по региону губернатор Александр Козлов не раз слышал жалобы на медицинскую сферу от людей. Это и нехватка врачей, медоборудования и небольшие зарплаты. Поэтому данную сферу он решил взять на личный контроль. А недавно в Амурском отделении партии «Единая Россия» подвели итоги по обращениям граждан за год и констатировали. Каждая шестая жалоба так или иначе касается вопросов системы здравоохранения. Это вопрос, когда люди вынуждены ждать какое-то время. Бывают факты месяца-два бесплатных услуг. И в том числе вариант какой у человека. Либо сегодня ты делаешь платно эту услугу, либо приходи через месяц, пока подойдет твоя очередь. Соответственно, людей это не устраивает. Население также не устраивает, что им рекомендуют в стационарах покупать положенные бесплатно лекарства. А вот врачи и медсестер обижают политико-руководством. Многое обращение касается искусственного и необоснованного занижения заработной платы медицинским работникам. При этом сами главврачи и заведующие якобы получают больше, чем им положено, деньги. Для того, чтобы снять все эти слухи, домыслы, все эти разговоры, необходимо, конечно же, как мы раньше говорили, фронтально зайти и все проверить. Определена окончательная дата, это июль месяц, когда эти проверки будут завершены. И мы, когда до сведения всех депутатов населения области доведем результаты этих проверок. Проверку инициировал губернатор и попросил подключиться к ней все контролирующие надзорные органы. К работе аудиторы приступят уже в феврале. В планах организовать 20 контрольных мероприятий. Работать будет КСП, территориальный фонд обязательного медицинского страхования и Министерство финансов при Амуре. Первым делом они проверят работу регионального Министерства здравоохранения, а после и другие медицинские учреждения. Отчет будет сдан через 4 месяца. Олеся Севаченко, Андрей Цветков, Первый областной. Любовь Хащева вновь стала уполномоченным по правам человека в Амурской области. Ее кандидатуру поддержали депутаты Амурского законодательного собрания. Правда, не все. За жаркими спорами народных избранников наблюдала наш корреспондент. Вам не кажется, что на этом месте и на любом другом это вполне оправданно? Два срока. Если человек занимает определенную должность, то нужно, наверное, уходить, либо менять сферу деятельности. Самое начало 62-й сессии и сразу большая дискуссия на повышенных тонах. Повод избранию полномоченного по правам человека в Амурской области. И поскольку кандидатуры предложено всего две, то и обсуждали их недолго, включая голосование два часа. Зато как обсуждали. КПРФ и ЛДПР выступили против Любови Хащевой, которая занимает должность омбудсмена уже без малого 10 лет и имеет большой опыт без нареканий. Если вам нужна кошка, которая ловит мышей, это одно. Если вам нужна кошка, которая имеет определенный окрас, это совсем другое. Я просто хочу привести пример, что вот среди моих коллег, уполномоченных в других субъектах Российской Федерации, на сегодня их 81 человек, 19 избранные, переизбранные на второй срок. Что касается второго кандидата Виктора Дзюба, то с ним получилось вообще странно. Своё выступление перед депутатами он начал со ссылки на источник, который опубликовал нелицеприятные факты из его биографии, конкретно о наличии судимости за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Основную биографию и свои планы я уже вам рассказал на предыдущих встречах. Да и агентство Порт-Амур меня уже прорекламировало. Большое спасибо им за пиар. И, видимо, поэтому его поддержали слабо и в открытых признаниях, и при тайном голосовании. Даже депутат от фракции КПРФ Роман Кобазов, который, собственно, и выдвинул Виктора Дзюбу на должность уполномоченного, не сказал ни слова. Точнее, на сессию вообще не явился. Его коллеги по партии решили не поддерживать ни одного из кандидатов, так же, как и народные избранники из ЛДПР. А вот «Справедливая» и «Единая Россия» объединились за любовь Хащеву. Мы постоянно в рамках законодательного собрания общественных мероприятий контактируем с этой кандидатурой, то есть все депутаты фракции. Мы всегда видим конструктивное решение, умение прежде всего защищать интересы амурчанина. По итогам голосования за Виктора Дзюбу отдали один голос. 21 голос получила Любовь Хащева, которая работает уполномоченным по правам человека с 2006 года. И за это время 25 тысяч граждан получили квалифицированную, в том числе, юридическую помощь. Олеся Севаченко, Андрей Цветков, Первый областной. В городской думе новый председатель. Им стал представитель «Единой России», врач и бизнесмен Степан Попов. Выборы нового руководителя депутаты провели сегодня на очередном заседании. Анастасия Петраш наблюдала за голосованием. Зал заседания. 10 утра. Депутаты занимают свои места. На повестке 16 вопросов. Но главный из них, как для самих народных избранников, так и для собравшихся в зале журналистов, выборы нового думского главы. Своих кандидатов выставили две партии. Единороссы предложили на должность избрать исполняющего обязанности спикера Степана Попова. Партия ЛДП развучила кандидатуру Андрея Кузьмина. После необходимых бюрократических действий депутаты, наконец, выбрали состав счетной комиссии. Подвести итоги голосования доверили коллегам Максиму Ноженкину, Юрию Грошеву, а также Сергею Завьялову. В конце концов, депутаты приступили к тайному голосованию. Для этого в зале заседания установили специальную кабинку, а также принесли урну для бюллетеней. Ее, кстати, опломбировали тут же на месте. Голосование заняло буквально несколько минут. Проставившие галочки депутаты, пока суть додела, что-то активно в сторонках обсуждали. Пересчитав все бюллетени, счетная комиссия выносит вердикт. Новым председателем Благовещенской городской думы стал Степан Попов. За него проголосовало 24 депутата из 29. Безусловно, должность председателя городской думы отнимает больше времени, накладывает больше ответственности, обязанностей прибавляется. Это и взаимоотношения с городской администрацией, другими органами власти, структурами, участие в комитетах Благовещенской городской думы, формирование повестки. Степан Попов также рассказал, он будет продолжать курировать и свой избирательный округ, а также отметил, кардинально менять работу городской думы он не будет. Тем временем, другой кандидат Андрей Кузьмин рассказал, он не расстроился из-за того, что не занял высокую должность и, напротив, благодарен коллегам. Результат, наверное, был вполне предсказуемым. Меня удивило, конечно, что за меня высказалось еще. Дополнительно два человека, значит, тенденция есть. Хочу вам сказать, что в начале 2014 года за меня проголосовало три. Напомним, выборы нового председателя Благовещенской городской думы понадобились из-за того, что бывший глава Владимир Кобелев перешел на новый пост. Он стал зампредом Амурского правительства. Анастасия Петраш и Игорь Карпов, Первый областной. Спустя почти неделю похищенная Катя Бачурина вернулась домой. Ее из села Волочаевка-1 еврейской автономной области вывез мужчина. Нашли школьницу в амурском поселке Широкий, недалеко от прогресса. Чтобы освободить ребенка, которого искал весь Дальний Восток, полицейским Амурской области пришлось провести настоящую спецоперацию. Задержание проходило ночью. Катя не пострадала, но ей пришлось пройти курс реабилитации у психологов. Как сообщает Интерфакс, мать забрала дочь домой. Мама Катя рассказала, что сейчас дочь чувствует себя нормально, о том, что произошло, не рассказывает. У девочки продолжается курс реабилитации. Дважды в неделю она будет посещать психолога. Похититель задержан и находится под следствием. Сотрудники трех структурных подразделений Амурских коммунальных систем боятся остаться без работы. Это из-за реорганизации компании. В рамках объединения специалистам предлагают уволиться по собственному желанию, обещая принять в другую структуру. Речь идет о более чем 150 работниках. Причем в руководстве АКС не скрывают, что частично сокращение кадров все-таки будет. Юрий Камышный продолжит тему. Послушать нюансы предстоящей реорганизации пришла практически вся служба механизации Амурских коммунальных систем. А это сразу три филиала, в составе которых числится порядка 170 человек. Уже с 1 февраля все они будут работать в новой единой структуре. На этот шаг руководство АКС пошло в целях оптимизации труда и, конечно, расходов. Однако сами сотрудники таким решением недовольны. Вместо планового перевода простым коммунальщикам предложили написать заявление по собственному желанию, обещав сразу же принять на новое предприятие. Молодые семьи. Надо взять ипотеку, взять и сидит. Я работаю, к примеру, 5 лет в этой организации. Уже наработан стаж, какие-то льготы. Сейчас я перехожу как бы в новую организацию, не увольняюсь. Все теряются. То есть у меня теряются все льготы. Документы об увольнении и приеме на новую работу сотрудники филиалов уже начали получать на руки. Но у простых работяг без юридического образования и то возникают вполне насущные вопросы. Ведь в бумагах не прописаны самые главные для каждого работника пункты. Мне вчера дали увольнение. Один лист на увольнение, другой лист на прием. Сколько будет заработная плата? Не указано. Буду ли я принят на эту работу? Не указано, ничего нет. Давайте на одном бланке, значит, делайте. Уволить, принять. Какая будет заработная плата? И дальше все остальное. Все заработные платы со всеми обсуждать. С кем? С кем? Мы от вас только первый раз слышим об этом. Нарушение трудового законодательства в действиях руководства АКС усмотрели и председатели профсоюзов, которые и инициировали эту встречу. Никаких не выплат, ничего будет, если даже не попадут. А также может быть при приеме новое подразделение по собственному желанию быть изменены условия трудового договора, условия оплаты труда. Поэтому вот такая ситуация. В свою очередь руководство АКС утверждает, что все эти вопросы с профсоюзными лидерами оговаривались заранее. И форма увольнения, и одновременного приема была заранее согласована. Тем более, что решение о реорганизации было принято полгода назад. Главному управляющему директору Илье Фурсову просто непонятно, кто нагнетает ситуацию. Все делается в соответствии с законодательством. В принципе, там все переходят, кто был в старых, все переходят, ну практически все, да, в новую структуру. То есть вы можете говорить, что у них рабочие не слипает? За счет того, что какая-то часть, там, дублирование функций у нас уходит, там высвобождается небольшое количество сотрудников, там порядка 5%. Мы им сейчас предлагаем новые рабочие места в нашей же организации. С каждым, кто попадает в эти 5%, руководство обещает разбираться отдельно. Но все детали этого узнать точно не удалось. Когда в зале эмоции стали зашкаливать, а градус всеобщего настроения повышаться, прессу попросили удалиться. Факт остается фактом. Реорганизация АКС и, как следствие, сокращение неизбежны. Другой вопрос, смогут ли договориться профсоюзы и руководители предприятия, решится в течение нескольких дней. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Первый областной. В поселке Буре реконструируют местный храм. Он располагается в здании бывшего дома культуры, которое построили еще в 50-е годы. За полвека капитального ремонта здесь не было ни разу. В приходе и в честь преподобного Серафима Саровского уже залили новый пол. Сейчас строители делают новый каркас для купола. Яна Лисовая съездила в Бурейский храм и узнала, как святые помогают строительству. Храм духовный еще 20 лет назад был храмом культурным. В этом здании когда-то располагался местный клуб. Потом его переделали в церковь. Об этом до сих пор напоминают колонны. Но даже они органично вписались в православный интерьер. Единственное, чего явно не хватало – ремонта. Ремонта давно не было. Вообще никакого ремонта не было. Полы леди там. Ну, сейчас увидите, там деревянные были, как здесь полы. Они все сгнили. Тут было так, что, знаете, как идешь по дереву, как по болоту. Как болото, сын, застал из дерева, проваливаешь. Многое здесь напоминают музейные экспонаты. Например, эта люстра висит с момента постройки здания. Отец Павел с гордостью показывает, как намоленное место превратилось в настоящую стройплощадку. Все иконы отсюда перенесли в соседнюю комнату. Символично оставили только главную – преподобного Серафима Саровского, в честь которого и назван приход. Сейчас в храме уже залили новый бетонный пол. Строители приступили к возведению каркаса купола. Извините, это не просто-просто ты зашел там, сделал ремонт. Нет, это уже духовное дело. На духовное дело, кстати, деньги собрали спонсоры. Они оплатили ремонт. Сегодня оказывают нам помощь инвесторы, Бурейская ГЭС, Нижний Бурейская ГЭС, просто люди и коллеги, руководители наших предприятий на территории. Храм возрождается, строится, востребован. Когда закончится ремонт, здесь пока не знают. Но надеются, что уже в ближайшее время храм примет всех прихожан в обновленном здании. Главное, говорят, чтобы Бог был в помощь. Яна Лисова, Игорь Карпов, Первый областной. Восемь человек из амурской команды КВН People в конце марта поедут шутить в Тольятти. В первую лигу клуба веселых и находчивых ребят пригласили на фестиваль Кивин-2016, который проходил в Сочи. О своих сочинских впечатлениях и о том, над чем планируют шутить КВНщики, рассказали главе Преамурья. Встреча прошла в минувшую среду. В начале беседы губернатор признался, что любит не только хоккей, но и КВН. Александр Козлов похвалил ребят за большой прорыв. Выход в первую лигу и пообещал в будущем поддерживать команду. Честно скажу, люблю КВН. И люблю не только хоккей. Искренне за вас рад. Будем помогать. Очень приятно помогать людям, которые получаются. И будем наблюдать за вашими дальнейшими успехами. Встреча с Александром Козловым была теплой и доброжелательной. Она длилась больше часа. Теперь у команды есть все необходимое для победы. И осталось только написать хорошие шутки. Сейчас реально приятно. Не знаю, как пацаны, но мне очень приятно. То, что нас видят, нас замечают. Ощущение того, что мы нужны. С 1 февраля начнется прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В этом году в конкурсе появилось несколько новшеств. Помимо традиционных направлений, музыкальное, танцевальное и театральное было создано четвертое оригинальный жанр. Традиционно оценивать работу творческих коллективов будут профессиональные педагоги, актеры и танцоры. Отборочные туры и мастер-класс пройдут с 20 по 23 марта, а 31 состоится финальный галоконцерт на одной из концертных площадок Благовещенска. По итогам регионального этапа участников, которые займут призовые места, будут рекомендовать для участия во Всероссийском этапе фестиваля, который пройдет с 15 по 20 мая в Казани. Впервые на территории области проект был реализован в прошлом году и объединил более 30 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей. Более подробную информацию можно узнать по телефону, который вы сейчас видите на экране. И на этом все. Новости Первого областного канала доступны и в интернете, и в социальных сетях, на странице Первого областного канала в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайтах amurobl.tv, portamur.ru в разделе ТВ-проекты. Всего хорошего, обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok